Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Таня, и добро пожаловать на мой канал! Ну что ж, а сегодня мы с вами будем вызывать бабку Грэнни! А перед тем, как мы приступим, рубрика «Самый крутой комментарий» под предыдущим видео. Вот он! А пока ты читаешь этот комментарий, обязательно пиши свои крутые комментарии, и тогда именно он, возможно, именно он, попадет в мое следующее видео. А также, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий криповый ролик. А еще переходите в мой Нельзяграм и Телеграм, ведь там тоже много чего интересного. Ну что ж, а мы начинаем! Итак, друзья, вы очень долго этого ждали, и сегодня мы с вами будем вызывать бабку Грэнни! Потому что что? Потому что вы набрали на шорте быстро лайки, поэтому эта ролика выходит раньше, чем я думала. Но мне интересно вызвать бабку Грэнни, посмотрим, придет ли она ко мне сегодня. Делайте свои ставки, дорогие друзья. Что сегодня нас будет ожидать? Надеюсь, что-нибудь криповое. Ну а для того, чтобы вызвать бабку Грэнни, нам понадобится разбитое зеркало. Да, вы сказали, что оно не разбитое, но просто потому, что я разобью его при вас. Свеча. Специально взяла ведьминскую, чтобы уж наверняка. Красная помада. И, как говорится, смелость. А она у меня есть, наверное. У нас давно не было экспериментов с рацией, поэтому сегодня я буду использовать также рацию. Вдруг бабка Грэнни со мной свяжется по рации, скажет, Ну, в общем, да, вы поняли. Ну и, друзья, нам понадобится молоток, чтобы разбить зеркало. Спросите, не жалко ли мне? Жалко, конечно. Но что делать? Ради вызова готова на все. Давайте мы прямо сейчас это сделаем. Мне реально стремно, блин. Давайте вот так вот. Не сработало. Что такое прочное это, блин? А что с зеркалом? Я не понял. Мне кажется, зеркала боятся камеру, поэтому я сейчас без камеры разобью ее и все. И начнем уже вызов, в конце концов. О май гад, друзья, я это сделала. Теперь это красивое зеркало выглядит вот так. Ну, как бы вам видно, да? Красота-то какая. Пилигранная работа называется. Нельзя смотреть в разбитое зеркало, не будем, да? Ну и так как бабку Грэнни нужно вызывать в темном помещении, мы с вами перемещаемся в кладовку. Ну, то есть в гардеробную. Там будет стрёмно ее вызывать. Так что погнали! Все, друзья, я переместилась в гардеробную. Мы, кстати, я поняла, что мы с вами здесь не вызывали ни одного духа. Какого фига, я не знаю, хоть это место стремнее, чем вообще другие места вместе взятые. Потому что здесь происходят всегда странные вещи. Мы здесь с вами прятались не раз, когда я вызывала каких-то там духов, да? Но сегодня мы полностью весь вызов проведем в этой комнате. Если можно назвать, знаете, как стрёмно здесь вообще в принципе находиться. Я сейчас свет включу, а если выключить свет, обтекаться можно, обтекаться. Для начала нам нужно выключить весь белый свет, оставить только красный, как всегда, и зажечь свечу. А дальше мы на разбитом зеркале будем писать красной помадой что-то. Ну, как прям пиковая дама, но не совсем пиковая дама. Там хотя бы у пиковой дамы не нужно было разбивать зеркало. А здесь нужно. Давайте выключим свет. И... А теперь как вам атмосферка? Как вам атмосферка? Мне уже тут стрёмно стоять. Друзья, я села на пол, чтобы мне было удобнее. Теперь нам нужно зажечь свечу. Давайте это и сделаем, в принципе, сразу. Ведьминская свеча заодно посмотрим, вдруг тут кто-нибудь у нас водится. А то вечно говорят, что в шкафах разные всякие чертики обитают. Проверим. По крайней мере, напоминаю, что эта свеча продавалась реально как ведьминская. Якобы ведьминская. И она там может кого-то там показать, что якобы кто-то тут будет надеять хотя бы бабку Грэнни запечатлеть. Я поставила вот так вот камеру, чтобы вам было все видно. Я зажгла вот свечу, беру зеркало, разбитое которое как бы да, и пишу на этом зеркале красной помадой имя Грэнни. На английском языке, как я понимаю, она же у нас не на русском, правильно? Создана. Давайте напишем. У меня, если что, дубинка с собой, так что броняться у меня есть чем от Грэнни. Если вдруг она пройдет, конечно. Но это вряд ли. Ладно, пишем. Г. Надо больше. Этой помадой больше пользоваться нельзя, потому что мне кажется, там будут кусочки осколков. Вот так теперь выглядит мое зеркало. Конечно, у вас отзеркально, но не суть. Там написано Грэнни. Друзья, хочу поделиться с вами маленьким фактом о себе. Когда я убираюсь, ищу новые идеи для видосов, занимаясь спортом, я всегда слушаю музыку. Раньше я слушала ее в колонках, но Леша этого не оценил, поэтому перешла на наушники, чтобы не мешать ему. Именно поэтому я хочу поделиться своей находкой, особенно с теми, кто ценит музыку так же, как и я. Ну и не хочет никому мешать. А именно с наушниками CGPods от компании Кейс Гуру, созданной тюменским Элон Маском. Если честно, я прям горжусь, что в нашей стране есть люди, создающие электронику уровня топовых западных брендов и с адекватными ценами. А вы все знаете, сэкономить-то я люблю, но не в ущерб качеству. CGPods не только конкурирует с яблоками и опережает AirPods по изинтересованности пользователей, но и признанным журналом Forbes лучшими из всех недорогих и самыми недорогими из лучших. По качеству они сравнимы с Apple, а по функциям превосходят. Вы только вдумайтесь. CGPods 4 раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. Ну и сейчас вы просто офигеете от этой инфы. У CGPods самый большой динамик в мире 10 мм. Шок, согласитесь. А благодаря идеальной форме наушники не жмут, не попадают и не давят, в отличие от яблочных. Также у CGPods Air 3 динамик 12 мм. Кейс Гуру превзошли даже самый большой динамик и поставили новый рекорд. Наушники-трансформеры CGPods Sport подходят даже нестандартным ушам. А кейс тюменских спорт наушников держит 30 часов без подзарядки. Если посчитать, то это месяц ежедневных часовых тренировок. Ну и людей, которые любят снимать видосики или болтать по телефону через наушники, не обделили. У CGPods Air Pro микрофон такой же, как у яблок с кристальным объемным звуком. Так что, друзья, сканируйте QR-код на экране или приходите по ссылке в описании, ведь там вас ждет промокод TANYA2024 на скидку 200 рублей. Ну а мы продолжаем. Вот так прекрасно теперь выглядит мое место для вызова. Надеюсь, что реально Грэнни отразится в этом зеркале. Вдруг мы там что-то увидим. Но пока ничего не видим, пока ничего не видим, все нормально пока. Теперь берем телефон и звоним нам номер 666 и говорим бабка Грэнни, приди три раза. А после называем свой адрес, ибо после этого через 10 минут бабка Грэнни придет, начнет орать, визжать, пищать и говорить «Где ты?». Надеюсь, мы ее услышим. Давайте позвоним. Еще уж там. Неправильно набран номер. Как вы видите, номер-то не существует. Ну да ладно, мы звоним еще раз, просто говорим бабка Грэнни, приди. Раз говорится, вызовешь, так надо сделать. Знаешь, так надо сделать. Давайте, окей. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Все, я сказала свой адрес и сбрасываем трубку. Мы ее вызвали, короче. Все, мы сидим сейчас, ждем 10 минут и должны произойти какие-то странные вещи. Будем сидеть и ждать. Я думаю, камеру можно по-другому поставить. В принципе, свечку возьму в руки, а зеркало? А что зеркало? А что с ним будет? Давайте я вам просто получше его покажу, чтобы вы запомнили, как оно выглядит. Вдруг там что-то изменится, как говорится. Так, друзья, запомните, как выглядит зеркало, запомните, как написана надпись, потому что вдруг тут что-то изменится. Мы с вами возьмем это зеркало и положим назад. Мы не будем на него смотреться особо. Вот сейчас только посмотрим, все такие вот красивые. Посмотримся, запомним, как все выглядит. Вдруг бабка Грэнни решит как-то изменить это зеркало или разбить его до конца, в конце концов. Беру это зеркало и кладу его вот сюда. Вот реально вот сюда. Вот она пусть здесь лежит. Вот я не буду его трогать больше, чтобы оно там осталось. Все, теперь я точно готова к тому, чтобы бабка Грэнни пришла. Бабка Грэнни, ты здесь? Следите за свечкой. Вдруг что? Вдруг что сзади появится? Вы все знаете, как это работает. Ну кто-то там бегает наверху, это неудивительно. Бабка Грэнни, приди! Бабка Грэнни, приди! Бабка Грэнни, приди! Не знаю, слышно вам было ли мне. Я, если что, я на стороже. У меня дубинка, как у Грэнни. Я готова к обороне. Бабка Грэнни, приди! Ты что, когда начинаю говорить какие-то звуки происходят? Здесь температура повысилась очень сильно. Шигни. Я тебя не слышно. Ну, 10 минут еще не прошло. Прошло сколько еще? Три минуты только прошло, так что сидим, ждем, ждем. Я буду снимать все, чтобы малыш что-то произойдет в конце концов. Бабка Грэнни, ты здесь? Какие-то скрижетания есть. Ну, это, блин, ну, ребят, вы знаете, кто это у нас, да? Вряд ли это бабка Грэнни. Так, ярко свечка светит, пипец. Мне аж как-то некомфортно, как будто слишком светло. Обратите внимание, сзади кто-нибудь может быть, может, я не вижу. Тут уже не шаги, а кто-то бегает прям. Тут так тихо, и одновременно есть какие-то звуки, вот шаги, кто-то бегает. Это так стрёмно. Мне вообще это место не нравится. Мне вот реально гардеробный это вообще не нравится. Мне здесь максимально не по себе. Как будто здесь что-то происходит всегда. Всегда что-то происходит. Бабка Грэнни, ты здесь? Это всегда будет происходить после того, как я буду говорить, бабка Грэнни, ты здесь? Или что? Забывай. Забывай. Я слышу вой, я слышу чистый вой, как будто кто-то воет. Ребят, у меня появилась новая штука. Мне ребята, Лёша с Леной подарили вот такой вот измеритель электромагнитного поля. Как говорится, что эта штука может проявить духов. Не знаю, правда, неправда, наверное, неправда, но нам с вами стоит это узнать сегодня. Работает эта штука или не работает? Вот я включила. Зелёненьким она горит тогда, когда здесь ничего нет. Но надо не забывать, что здесь везде провода, там ещё что-то, электричество. Это тоже даёт электромагнитное поле. Поэтому то, что здесь оранжевеньким, я думаю, это нормально. Если будет прям красным, но я не буду подносить здесь, вроде нет никаких прямых источников электричества. А здесь прям, кстати, зелёное, смотрите. Отношу. Бабка Грэнни, ты здесь? Кстати, вот камере подношу, она полностью зелёная. А подношу к себе. И она оранжевая. Я просто не знаю, видно ли он на камере нормально. Чуть-чуть появляется. Сейчас был пипец какой стрёмный звук, прям пипец какой стрёмный. И эта штука зафигачила, прям вы видели? Чисто красным. Хотя здесь, ну вот здесь пусто. Там нет никаких проводов, здесь гардеробная. Я пытаюсь в то же место. Я не могу поймать. Бабка Грэнни, ты здесь? Я не знаю, было это совпадение или нет. Но я говорю, что она немножечко оранжевенькая, но пофиг. Потому что, мне кажется, здесь чисто из-за того, что есть что-то рядом. Вот микрофон тот же. Но вот здесь то, что было, я вообще не поняла. И звук был стрёмный. Я думаю, самое время выключить красный свет и посидеть со свечкой. Но почему бы и нет? И так стрёмно. Можно сделать ещё стрёмнее. Бабка Грэнни, ты здесь? Бабка Грэнни, ты здесь? Капец, у неё пламя такое большое. Ну, уже, кстати, 10 минут прошло. Сейчас должна начаться какая-то компания. Так, свечка светит. Вы просто посмотрите на это. Что это за пламя такое сильное? Это так и должно быть? Или эта веденская свеча даёт знать, что здесь кто-то есть? Грэнни, ты только подойди. Мы с тобой поболтаем. Я готова. Опять тепло. Окей, ладно. Я не могу терпеть, я хочу включить рацию. Если со мной кто-нибудь свяжется, я здесь обкекаюсь реально, я не знаю. Всё. Теперь сидим в зеркале. Оно немножечко как раз-таки, может быть, что-то покажет. Вот так вот сделаем. Максимально, чтобы было всё видно. Посидим так. И нам нужно включить рацию, где она. Вы готовы? Давайте, погнали. Я не буду ничего говорить в рацию, потому что вдруг мне реально какие-то люди поймают. Лучше пусть, если она произойдёт, то сама произойдёт. А не я это сделаю. Бабка Грэнни, ты здесь? Кто-то прям по потолку ходит. Сейчас, прям наверху. У меня здесь. И у соседей. Наверху стоит пакет, лежит точнее. И он как бы немного шелохнулся. Бабка Грэнни, если ты здесь, свяжись со мной по рации. Сзади меня был прям шорох. Свяжись со мной по рации. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Это шорохи везде. Именно в этой комнате, а не соседей. Грэнни, ты здесь? Я почувствовала сейчас чистый, холодный воздух. Это не шутка, ребят. Прям по ногам сейчас идёт холодный воздух. Мне тут было так жарко. Грэнни, свяжись со мной по рации. Я вам серьёзно говорю, как будто бы прям воздух чистый, холодный. Откуда он? Грэнни, свяжись со мной по рации. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Сматривайтесь в зеркало. Если вдруг вы заметите что-то странное, в принципе, если вы в ролике заметите что-то странное, пишите тайм-код в комментариях. Это очень важно. Потому что я могу не всё заметить на монтаже. А тем более здесь. Грэнни, ты здесь? Она же должна прийти ко мне и съесть меня. Единь. Я, в принципе, не против. Грэнни. Дай знак. Ладно, нужно взять то зеркало и посмотреться в него. Всё, ребят, я достала это зеркало. И сейчас предлагаю вам в него посмотреться. Точнее, не вам, а мне. Грэнни, появись в зеркале. Углядывайтесь хорошенько. Вдруг что-то произойдёт. Грэнни, ты здесь? Ладно. Вы меня уговорили, я сейчас прямо в зеркало скажу три раза, бабка Грэнни, приди. Давайте. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Я не знаю, друзья, посмотрите, есть там что-то или нет, ничего. По-моему, в этом зеркале ничего нет. Я думаю, нужно засушить эту свечу и зажечь эту чёрную. И посмотреть сквозь неё. Потому что, мне кажется, эта ведьминская свеча не работает. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Бабка Грэнни, приди. Она же придёт ко мне, правда? Или она уже здесь? Странности уже были, по крайней мере. Но мне нужны такие странности, которые я не смогу объяснить. Мы сейчас немного здесь посидим и попробуем поводить камеры призрак. Вдруг что-то снимем. Грэнни, я адрес тебе уже свой назвала. Чего ты не приходишь ко мне? Я тебя жду. Странная женщина. Старая, странная женщина. Небольшой спойлер. В следующем видео я буду играть в бабку Грэнни. И вы увидите Таню за тупо. Так что ждите. Больше всего меня сейчас поражало то, что когда я села перед зеркалом, был такой, знаете, жёсткий холодный ветер. Хотя его здесь не должно быть. Откуда? Здесь реально очень жарко. Даже камера прогрелась. Ладно, давайте включать камеру призрак. Всё, друзья, включила красный свет. И мы заходим с вами в камеру призрак. Якобы, которая показывает нам, есть духи тут или нет. Сейчас у нас время 0011. Звучит стремновато. Ну да ладно. Надеюсь, что... Ох, ты ж не счёси. А чё это такое? Я здесь. Я здесь. А что с фокусом? Что с фокусом? Ну-ка. Не надо. Надеюсь, это не Грэнни тут пришла. Я думаю, что нужно как минимум посмотреть в этом зеркале, если здесь что-нибудь. И как максимум смотреть вообще повсюду вокруг. Давайте начнём. Активируем. Давайте вот так проведём. Я не совсем... Ну реально, я не верю в это приложение. Я думаю, что это просто развлекуха. Но тем не менее, это интересно. Вдруг оно действительно что-то да видит. Опа. Не обнаружено. Окей. Давайте дальше. Посмотрим на камеру. Вот сюда в зеркало, конечно же, обязательно. Привет всем. Привет, привет. Давай, 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 давай. На потолке, может, кто-то сидит? Вдруг кто-то на потолке сидит? Не обнаружено. Это очень странно. Реально, второй раз подряд. Окей, третий, финальный. Кстати, да. Вот эта вот свечка. Почему как будто всё в расфокусе, вам не кажется? Как будто качество съёмки какой-то странное через это приложение. То есть раньше такого не было. Как будто всё в каком-то мыле. Я не знаю. Найден. Дьявол обнаружен. Угу. И как к этому относиться? У меня такой вот нескромный вопрос. Он где-то... Он, вот он. Мы тебя сразу поймали, да? Что там, да? Как на это реагировать? Я не понимаю. Я реально не верю в этом приложении. Я считаю, что это просто развлекуха. Просто кто-то это придумал. Это прикольно, интересно. Но никто не обнаружен два раза, значит, и дьявол сразу же. Бац. Бабка Грэнни, ты здесь? Блин. Я прям хочу. Я хочу. Где? Грэнни, ты здесь? Звук был жёсткий прям сверху. Почему, когда я двигаюсь, что-то хочу сделать, что-то хочу сказать, начинаются какие-то вот ханалии, реально какие-то звуки происходят громкие? Ничего не произошло. Что ж, посмотрите ещё раз на зеркало. Я думаю, что здесь ничего не изменилось. Как была надпись, так и осталось. Как было разбитое зеркало, так оно и осталось. Лично я ничего не увидела. Я включила белый свет, я не вижу смысла продолжать этот вызов, потому что, ну, особо ничего не происходит. Реально, это один из тех вызовов, когда всё тихо, спокойно, когда я начинаю говорить, какая-то фигня происходит. Так вот, если вы вдруг заметили что-то странное, пишите тайм-коды, я всё буду пересматривать. Также я буду смотреть на монтаже, вдруг я что-то запечатлела, и я просто здесь это не увидела и не услышала. Поэтому всё будет понятно только тогда, когда я смонтирую этот ролик. А сейчас я с вами прощаюсь, ждите следующий ролик, потому что он тоже будет интересный. Всем удачи и всем пока!